Доброе утро. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно выступать на вашем форуме. Я представляю Европейский медицинский центр, частную клинику из Москвы. Мы почти три года применяем таргетную биопсию или фьюжн-биопсию. И я постараюсь вас убедить, почему мы считаем, что только ее нужно применять. И сегодняшний протокол диагностики ракопростаты не позволяет нам применять только ее. Мы комбинируем, но нам кажется, что со временем мы откажемся от системной биопсии. Что нам кажется важным знать о раке простаты с точки зрения понимания необходимости таргетной биопсии. Как уже сегодня неоднократно говорилось, достаточно распространенное заболевание. Риск найти и выявить наутопсии достаточно высок. При том, что риск умереть таргетную простату имеет всего 3% мужчин. Поэтому самая главная задача, конечно, выявить именно тех пациентов, которые имеют риск от него умереть. И лечить только их, не инвалидизируя и не вводя в депрессию пациентов, которые не имеют риска умереть от него. Вот те данные, которые нас сподвигают к скринингу. Пятилетняя выживаемость у пациентов, у которых выявлена первичной локализованная форма 100%. В то время как у пациентов с первичной метастатической формой рака только 29%. Скрининг ракопостата позволяет снизить смертность. Мои данные, видимо, я брал из других источников, несколько менее оптимистичны. И все-таки наиболее оптимистичные протоколы показывают, что скрининг ракопостата на предлительном наблюдении позволяет снизить в два раза. То есть риск умереть от ракопостата у скринированной популяции не 3%, а 1,5%. Например, если пациент, мужчина начинает следить за своим весом, отказывается от курения, следит за давлением, то риск умереть от следительных заболеваний случается тоже в 2-3 раза, при том, что общий риск это 60-70%. Поэтому значимость этой для популяции скрининга не так важна. Сегодня также говорили о вреде скрининга. По данным Монторси, довольно старым, 0,2% имеют риск даже умереть от сепсиса. Я думаю, что чаще всего это не такой высокий риск, но все мы, кто делаем большое количество биопсий, сталкиваемся с задержкой мочей, сталкиваемся с инфекционными осложнениями. И зачастую чаще всего это пациенты старшего и пожилого возраста, для которых инфекционные осложнения и сепсис достаточно тяжелопереносимы. И, в общем-то, редко-редко они могут приводить к летальному исходу. Опять же, риск уявления клинически незначимых форм рака также инвалидизирует пациента, вводит его в депрессию. Каким бы хорошим ни была наша хирургия, лучевая терапия, все-таки число пациентов, потеряющих потенцию, достаточно высоко. И число пациентов, имеющих проблем с удержанием мочи, также достаточно высоко. Вот стандартный протокол скрининга, который применяется в большинстве случаев. То есть мы смотрим ПСА, смотрим пальцевое и ретальное исследование. При подозрении мы выполняем биопсию под УЗИ-контролем. Одно из двух или мы находим рак простаты, или не находим. Если находим низкого риска, тогда предлагаем активное наблюдение, которое предполагает повторной биопсии. Или сразу предлагаем радикальное лечение. Если рак мы первично не находим, то мы также в дальнейшем наблюдаем. И при положительной динамике роста ПСА, повторной биопсии, вплоть до сатурационной, которая также при выявлении рака простаты приводит к радикальному лечению. С чем это связано? Что, как уже сегодня неоднократно говорилось, ПСА крайне неспецифичный тест для выявлений рака простаты. При значениях от 4 до 10 выявлений составляет 25%. Большое число биопсии отрицательное. Возможно, среди маркеров в Москве сейчас активно применяется ПСА-3, который проводится в компании ГЕМА-тест. Этот тест намного более специфичен, позволяет определять, проводится в виде измерения ПСА в реальном времени, осуществляется забором мочи после массажа предстательной железы. FDA рекомендует 25% в пороговое значение, но чаще применяемо все-таки мы 35%. К недостаткам следует отнести значительную вариабельность у пациентов. Только 50% рака простаты выявляется при высоких значениях ПСА. Большая ценность не при первичной диагностике, а после при повторных биопсиях. И недостоверная связь с агрессивностью. Мы, в общем-то, агрессивность мы выявляем, исходя из данных биопсии. Итак, как сегодня уже говорилось, скрин выявляет большое число пациентов низкого риска. То есть по шкале партина Домика это T2A максимум стадия, ПСА меньше 10 и глисон меньше 6. Что такое пациент низкого риска? Это те пациенты, которые при плотности ПСА, несмотря на то, что Сергей Глисонович критиковал, мы применяем плотность ПСА. При низком плотности ПСА, при малом количестве столбиков, мы относим его к очень низкому риску. И, в общем-то, по рекомендациям НСНН, Европейская ассоциация, Американская ассоциация, хирургическое лечение и лучевая терапия даже не предлагается. Этих пациентам мы только предлагаем активное наблюдение. Пациенты низкого риска часто предлагаются претензионные неразберегающие методики, которые позволяют сохранить потенцию и удержание мочи. Мы не проводим тазовую лимфодисекцию. Также предлагаем иногда экспериментальные методики, такие как ХФО, радиохирургия, райочастотная аблация. И, конечно же, активное наблюдение. Однако на практике зачастую лечение пациентов раком низкого риска сопровождается тем, что активное наблюдение достаточно травматично. И при оценке качества жизни эти пациенты имеют достаточно низкий уровень качества жизни. Почти половина пациентов через год переходит к более активному наблюдению. Отказ от лимфодисекции зачастую заканчивается тем, что мы получаем в отдальном периоде метастазы в лимфоузлах. Неразберегающие методики, особенно претензиозные, повышают риск положительного края. И фокальная терапия зачастую сопровождается высоким риском рецидива. Почему это происходит? Потому что при биопсии ту стадию, ту группу риск, которую мы определяем, зачастую является неточной. Это связано с тем, что биопсия проводится слепую, и зачастую летальный очаг, наиболее патологический, не выявляется. Вот исследование наших риских коллег, которое подтверждает, что более чем у 40% пациентов после операционной гистологии глистон превышал минимум на 1 балл. Если можно, аниматизм. Вот схематично, как проводится биопсия системная. Более крупными пятнами указаны очаги клинически значимого раута, небольшими клинически незначимого. Мы видим, что если при первой биопсии у пациента выявили клинически незначимый рак, то во втором и третьем случая клинически значимые очаги были не выявлены. Это связано с тем, что для визуализации навигации иглы мы используем УЗИ. От УЗИ серая шкала крайне не специфична к неоплазии, только действительно большие и крупные образования видны. Если мы увеличим число столбиков, также есть определенные дистанционные данные, что увеличение числа столбиков больше чем 12 не увеличивает вероятность выявления клинической значимого рака. При том, что чем больше столбиков мы забираем, это и логически понятно, и клинически доказано, что мы увеличим число осложнений. То есть это будет достаточно тупиковый. Вот относительно новые данные. Европейская ассоциация перестала рекомендовать страффенолону, то есть стандартную схему антибиотикопрофилактики. В общем-то нам все надо переоценить, потому что, как правило, тавани, которые цифрофлоксацины являются препаратами выбора при биопсии простаты. На своей практике начали применять одну дозу манурала, что значительно снизило число инфекционных осложнений. Итак, такой, на наш взгляд, должна быть биопсия. Она должна выявлять только летальный очаг, перестать выявлять клинически незначимые раки. Должна давать нам точную стратификацию пациенту по группам риска для того, чтобы предложить оптимальное лечение. И, конечно же, повторной биопсии также мы должны от них уже отказываться. Очень хорошо, что мое сообщение идет после доктора Лучевого диагноста. Действительно, МРТ, особенно мультипрометрическая, это большой прорыв. В диагностике ракопростаты специфичность достаточно высока. До 95% клинически значимых раков видны на МРТ. Вот система ПАРАЦ. Она имеет уже несколько протоколов. И первый, второй. Все очаги, которые видны с помощью мультипрометрического МРТ, могут быть разделены, классифицированы по шкале от 1 до 5. Если первый, второй, это, скорее всего, с большой вероятностью доброкачественный процесс. Четвертый и пятый, с большой вероятностью злокачественный. И третий, это, что называется, 50 на 50. Если можно, анимацию снова включите, пожалуйста. Итак, зная расположение летального очага на МРТ, с большой вероятностью мы можем предложить таргетную биопсию. На сегодняшний момент это может быть под МРТ наведением. Недостатками является то, что это достаточно затратно по времени и по финансам. Это целая установка, которая имеет роботизированные в том числе компоненты. Также когнитивный фьюжн, это когда доктор, особенно имеющий опыт хирургии простатки, может в 3D в своем сознании достроить очаг, где он находится, и попытаться в него попасть. Однако при малых очагах, естественно, это вряд ли можно утверждать, что это достаточно. И то, что на сегодняшний момент наиболее удобно и наиболее практично, это фьюжн биопсия, это совмещение МРТ и УЗИ изображений. Если можно видео запустить, пожалуйста, вот как мы это делаем. То есть фьюжн позволяет нам использовать достоинства обоев методик. Видео запустите, пожалуйста. Вот мы видим в зоне очаг ПРАЦ-3. Справа у нас МРТ-изображение, слева УЗИ-изображение. Вот таким образом происходит коррегистрация изображений. То есть мы находим ту же плоскость, что и на МРТ. После того, как мы сделали коррегистрацию, у нас изображение начинает двигаться синхронно. Мы видим, что основные контуропростаты и элементы, которые совпадают, видны достаточно хорошо. Мы используем или контуропростаты, также семенной бугровой хорошо виден. Вот видите, мы отметили крестиком прицел на МРТ-изображение. Он также появился на УЗИ. И чтобы сакономить время, дальше уже с помощью биопсийной иглы выберем трейсер и произведена биопсия. Вот статья, которая в 2016 году была наиболее ассоциируемая в Американской ассоциации урологов, что если при первичной биопсии, после первичной негативной биопсии продолжается рост ПСА, и на МРТ выгоден очаг ПРАЦ-3 и выше, то следующая биопсия должна быть только прицельной. Вот наши данные. Здесь в зависимости от вероятности выявления глисона от ПРАЦ. Мы не делаем прицельную биопсию препаратов ниже 3. То есть видим, что если 3 ПРАЦ-3, то вероятность выявления 8-9 по глисону минимальная. Так практически отсутствует. Больше всего это пациенты низкого или промежуточного риска. Если же ПРАЦ-5, то как раз обратная картина. Как правило, это раки простаты высокого и очень высокого риска. Вот клинический пример, который мы любим приводить, который наглядно демонстрирует эффективность прицельной биопсии в рутинной практике. У нас было практически примерно в одно время 2 пациента. Он примерно до возраста, ПСА в серой шкале. 1 пациент с историей негативной биопсии. Индекс здоровья простаты. Раньше мы его применяли, сейчас не применяем, поскольку немножко разочаровались его ценности. МРТ были описаны тоже не в нашей клинике, там не по системе ПРАС, просто очаги по размеру патологически на неоплазию. Мы выполнили комбинированную прицельную систематическую биопсию. Если оценить результаты систематической биопсии, у обоих пациентов мы нашли рак простаты низкого риска, глисон 6, 3 плюс 3, 1 в одном столбике, у второго в двух столбиках. И так было расценено по классификации Т2А. Рассматривалась Б, не возберегающая радикальная простата томит без лимфодисекции. Однако, если мы рассмотрим результаты уже прицельной биопсии, у первого пациента патологический очаг содержал доброкачественную гиперпоклазию, в то время как у второго пациента он содержал очень агрессивную опухоль 9,5 плюс 4. В связи с этим тактика была изменена. Первому пациенту было предложено активное наблюдение, а второму радикальная простата томит без лимфодисекции. И вот те данные, которые мы опубликовали, не опубликовали, доложили в этом году на Американской ассоциации, нам кажется, что, конечно же, говорить достоверно о эффективности применения таргетной биопсии мы сможем только тогда, когда мы проведем исследование, которое покажет, что пациенты, у которых диагностик проводился с помощью таргетной биопсии, имеют лучшую выживаемость. Но я думаю, что это очень неблизкое дело. Но, во всяком случае, сейчас в нашей практике мы показали практически в два раза снижение вероятности апгрейда у пациентов, у которых проводилась таргетная биопсия, по сравнению с систематической биопсией. То есть мы взяли пациентов, у которых оценили биопсию, до внедрения таргетной биопсии и после. Это, конечно, ретроспективно, не очень достоверно исследовать, но тем не менее. Итак, мы считаем, что биопсия должна быть только таргетной, потому что она позволяет обнаружить клинически значимые формы ракропостата без излишнего выявления клинически незначимых форм, снизить вероятность апгрейда по шкале глисон, что исключает необходимость адювантной терапии, правильно выставить клиническую стадию, соответственно, предложить правильное лечение и уменьшить число осложнений после биопсии простаты. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...